Эмили выросла в маленьком городке Ивановка, где она наслаждалась прекрасной природой, окружающей ее. Леса, холмы и чистая речка создавали прекрасную атмосферу для романтических прогулок и наблюдения за местными животными. С самого детства Эмили имела особую привязанность к животным и почти всегда чувствовала особую связь с ними. Когда Эмили было 10 лет, ее семья переехала обратно в Ивановку, что было для нее истинным счастьем. Теперь она могла каждый день наслаждаться красотами леса, купаться в чистой реке и дышать свежим воздухом с запахом хвой. Однако даже в этом идиллическом месте присутствовала одна проблема. На окрестностях городка часто появлялись рыси, которые нападали на скот фермеров. В ответ на эти нападения фермеры начали устанавливать ловушки, которые часто наносили животным серьезные травмы и калечили их. Эмили была печальна и расстроена таким жестоким обращением с рысями. Ведь покалеченные животные часто не могли выжить, и травмы наносили им неоправданную боль. Она считала, что эти прекрасные существа тоже имеют право на жизнь и заслуживают защиты. Эмили начала искать способы, как помочь животным, сохраняя при этом интересы фермеров. Она обнаружила, что существуют современные и гуманные ловушки, которые могут удерживать хищников, но не наносят им серьезных повреждений. Такие ловушки позволяли бы фермерам защитить свой скот, не нанося вреда рысим. Эмили была взволнована этой идеей и поделилась ею с фермерами, надеясь на их поддержку. Однако фермеры не приняли предложение Эмили, предпочитая использовать старые, но эффективные капканы. Они считали, что новомодные ловушки не сработают и предпочитали придерживаться привычного подхода. Эмили была разочарована и огорчена равнодушием фермеров к страданиям животных. Однако она не собиралась сдаваться. Она решила продолжить поиски гуманного решения, которое устроило бы всех фермеров и рысей. Эмили понимала, что необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало интересы обеих сторон и предоставляло защиту для скота без нанесения вреда животным. Таким образом, Эмили, несмотря на равнодушие фермеров и сложности, была настроена найти решение этой проблемы и защитить рысей от жестоких ловушек. Она была уверена, что где-то существует гуманное решение, которое позволит решить проблему и сохранить окружающую среду в Ивановке в гармонии. Эмили с особой решимостью и сочувствием к животным решила противостоять упрямым фермерам, которые отказались использовать гуманные ловушки. Вместо того, чтобы бессмысленно спорить с ними, она сама заказала несколько современных ловушек, которые были способны лишь фиксировать животных без причинения им боли. Каждый вечер после выполнения своей работы Эмили предпринимала подвиг и собиралась обходить фермы, устанавливая гуманные ловушки вокруг их периметра. Вполне естественно, фермеры относились скептически к ее инициативе. Однако это не смущало Эмили, и она была полна решимости защищать и людей, и животных. Она осознавала, что со временем рыси начнут понимать, что эти ловушки лишь временно ограничивают их свободу передвижения, но не наносят им увечий. И, следовательно, они перестанут подходить к фермам, предпочитая держаться подальше от человеческой обители. С другой стороны, ловушки фермеров, оснащенные капканами, лишали рыси возможности продолжать жить. Даже если мучительно раненое хищное животное сумело вырваться из ловушки, оно уже было неспособно эффективно охотиться и, скорее всего, погибло бы в страданиях. Эмили, безусловно, верила, что ее идея сработает. Разумеется, установка ловушек была всего лишь первым этапом. Эмили осознавала, что необходимо ежедневно проверять ловушки и освобождать попавшихся в них рысей. Это было нелегкой и даже опасной задачей, поскольку раненое животное могло атаковать из страха и боли. Тем не менее, Эмили была полна решимости помочь этим прекрасным существам. Поэтому каждый день после работы она обходила фермы вдоль периметра, и если попадалась рысь в одной из ловушек, она осторожно приближалась. Успокаивала напуганное животное мягким голосом и затем освобождала его, открыв засов и позволив бежать на свободу. Сначала, конечно, бедное животное было напугано и сбито с толку. В его глазах отражался ужас, поскольку рысь не понимала, что происходит и кто перед ней стоит. Но постепенно оно осознавало, что этот человек, Эмили, помог ему обрести свободу. Действительно, она открыла клетку, и теперь рысь могла убежать подальше от мест, где поджидали жестокие капканы. В начале рысь неуверенно выбиралась наружу, затем бросалась в рассыпную, будто боясь, что Эмили передумает их отпускать. С легкостью убегая все быстрее и быстрее, она исчезала в чаще леса. Там, в глубине живописного леса, рысь могла найти себе новый дом и начать новую жизнь. Так прошло несколько недель. Эмили, благодаря гуманным ловушкам, уже спасла множество рысей от неминуемой гибели в жестоких капканах. Но однажды ей предстояло столкнуться с особенно сложным случаем. Во время очередной проверки ловушек, Эмили заметила одну из рысей, попавшуюся в ловушку и издававшую страшные стоны. Очевидно, что животное было серьезно ранено. Без лишнего раздумья, Эмили осторожно подала рысе обезболивающее и доставила ее к ветеринару. Врач смог прошить ее глубокие раны и провести необходимое лечение. Эмили заботилась о рысе на протяжении всего периода выздоровления. Она радовалась каждому малейшему улучшению в состоянии животного и была счастлива, что смогла помочь этому несчастному существу. Шрамы на его теле напоминали о безнравственности жестоких капканов. Наконец, наступил день, когда рысь полностью восстановилась от попавшихся ударов судьбы. Пришло время вернуть ее на волю. Эмили отвезла рысь в удаленные леса, далеко от ферм и опасных капканов. Она открыла клетку и смотрела, как рысь осторожно выбирается на свободу. Представьте себе ситуацию, где вы находитесь в лесу и наблюдаете за рысью, которая собирается скрыться в густой чаще. Прежде чем исчезнуть из виду, рысь поворачивается и останавливается, чтобы посмотреть на вас. В лучах заходящего солнца вы замечаете редкий окрас шерсти на груди зверя. Вы не можете удержаться от возгласа «не забуду тебя, моя красавица». Береги себя и кричите их убегающей рыси. Вас охватывает чувство счастья от того, что удалось дать этому животному второй шанс на жизнь. Вы надеетесь, что больше никогда не столкнетесь с ней в вашей ловушке у фермы. Несколько лет проходит. Вы вступаете в брак и рождаете двоих прекрасных детей. Ваши дети растут, и вы решаете показать им красоты окрестных мест. В один чудесный летний день вы трое отправляетесь в поход в живописные леса недалеко от Ивановки. Вы с улыбкой вспоминаете свои приключения с рысями, ведь именно здесь вы выпускали их на волю. По прибытию вы разбиваете палаточный лагерь на опушке старого леса. Ваши дети восхищаются рассказами о приключениях с рысями. Они не подозревают, что вскоре сами станут свидетелями необыкновенной истории. Вечером вы с детьми сидите у костра, готовите хлеб на палочках и весело общаетесь. Внезапно вы слышите шорох из чащи леса. Вас немного настораживает, и вы пристально смотрите в темноту. Ну, откуда-то выходит взрослая рысь. Ваши дети замирают, а вы готовитесь защитить их. Но вы замечаете, что на груди у рыси есть знакомая отметина в форме полумесяца. Это оказывается та самая рысь, которую вы спасли много лет назад и выпустили именно в этом лесу. Зверь не выглядит агрессивным. Он смотрит вам прямо в глаза, будто узнавая вас, и затем тихо зовет. Из-за кустов вылезают трое пушистых котят. Это оказываются детеныши этой прекрасной рыси. Все, включая вас, замирают, привлеченные этой трогательной сценой. Кажется, что рысь решила выразить вам благодарность за спасение и подарила вам возможность увидеть своих малышей. Ваши дети от восторга широко распахивают глаза, а вам чуть не вырывается плакать от умиления. Это такое незабываемое и поистине волшебное мгновение. Вы чувствуете, что на мгновение вы с рысью понимаете друг друга без слов. Такое случается очень редко. Эта удивительная встреча останется в памяти вас и ваших детей. Вы потрясены и тронуты тем, что рысь пришла показать вам своих котят. Это стало для каждого из вас действительно значимым опытом. Ведь так редко удается увидеть проявление благодарности от дикого животного. Вы счастливы, что сумели помочь этой удивительной рысе в прошлом. Даже дикие хищники испытывают благодарность к людям, которые спасли их от гибели. Все они понимают, хотя и не могут выразить словами. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.